Приветствую друзья! Сегодня второй день ремонта квартиры. Что было сделано? Пока снимаем все леса. Медельщики разбирают медель. Вот сняли сегодня кухню, все разобрали, все переносим в одну комнату. Одна комната будет сквадироваться. Сейчас покажу. То есть вот светильники поснимал я все, рампочки, люстры и тому подобное. Плинтуса. Поснимал также плинтуса, которые керамические были из кафеля. Снимаю. Здесь кухню разобрали, перенесли. Так вот сейчас вот забиваем одну комнату. Здесь вот будет все все до верху. И придется потом вот окошко вот это его надо будет потом ну разбирать полностью и смотреть там где-то поддувает. Видно плохо пропинили или что-то. Похоже что вот эту комнату придется делать в последнюю очередь. Сперва здесь вот полы все это заливать. Сейчас вот со следующей недели начнем скрывать раминат. Здесь вот тоже все мебель все поразобрали, перенесли. Поснимали на балконе линолеум. Сняли плинтуса. Тоже вот здесь вот позабил я все. Потому что вещей много, одевать особо-то тоже некуда с кухни. Так, все следующая неделя начнем снимать ламинат, обклеивать все пленкой стены, чтобы не заморать, чтобы не повредить, чтобы не заморать, пол будет заливаться, а стены будут потом краситься, поэтому надо все края внизу. Все надо будет тоже закрыть пленкой, скотчем замотать. Буду снимать все двери. Двери тем более дорогие, чтобы ничто нигде не повредить. Да, также вот сняли сегодня натяжной поторок. Вот так это сейчас выглядит. Сейчас видно, где хотя бы бухта проводов идет. Так, ну направляющая у нас здесь алюминиевая. Выглядит вот так. Направляющие хорошие и мы их скорее всего таки оставим, потому что все равно занижать потолок будем так же. Смысла нету ее снимать, потом просто добавить такие же профиля, когда вот эта стенка снесется вся, потом просто нарастить дальше по этой же высоте и по ним же будет тянуться потолок. Но светильники скорее всего будут уже другие, то есть закладные подсветильники нужно будет поменять. Ну и здесь соответственно тоже самое. Так, снимаю сейчас, снимаем также вот эти светильники, вот где короб из гипсокартона. Они все тут похожи от 12 вольт, то есть у всех трансформаторы идут. Вот они, мы поснимали их. Также вытяжка вот эта будет разбираться на следующей неделе, сегодня не успели. Сняли празму, ну телевизоры везде, в одной комнате еще осталось только. Спаснимал также все вот розетки и выключатели рамки. Все это складируем, все записываем, где что будет лежать, чтобы потом, когда уже все начнем заново устанавливать, чтобы не было заморочек. То есть вся мебель, все подписано, где что, где какие-то шелухи, где шелухи, саморезы и так далее. Ну я работаю один и сейчас еще парень мне помогает. Ну и мебельщики, свои знакомые, с которыми стали сейчас сотрудничать. Они также делают кухни и мебель. То есть они вот это помогают все разбирать, потом они же будут это все снимать. Ну все, друзья, что будем дальше показывать. Вот самое интересное, когда я буду скрывать пол, что здесь вот с полом делать. Это вот самая какая-то глобальная проблема. Потому что сейчас все равно сложно сказать, что тут конкретно будет. И пока я только знаю, что вот это вот верхняя самая точка. От нее будем раскидываться. И тут вот даже, кстати, на просвет, когда я слегка смотришь, видишь, что пол вот так вот идет буром. Вот это место. То есть вот от этого бурра, это самая верхняя точка на пору. На вот этом. То есть от него будем уже выставлять найди по всему полу, по всей квартире. И заливать налетным пором. Скорее всего пол налетной будет геркулес. Самый выравнивающийся. Цена мешка, по-моему, где-то около 450-500 рублей, точно не скажу. Примерно. Так. Я не работал, он хорошо. Мне он понравился. Один из самых недорогих паров, самовыравнивающихся. Но и ровняет он хорошо выравнивающую поверхность. Ну, развивается очень хорошо. Так. Ну, и так же вскрываю вот этот вот кафель. Вот этот вот кафель вскрою и посмотрю так же. Ну, то есть вот такие вот работы пойдут. Итак, третий день ремонта. Вскрываем раминат, плентуса убираем. Вот вскрыли пол. Пол ужасный оказался. Просто капец какой-то. То есть его даже, похоже, не старались подравнивать. Вот такие вот ямы. Даже вот визуально, если отходишь, маленько. И вот где телевизор, вот по краю прям видно. Еще дверей когда не было, прям видно вот так вот подъем идет. Здесь тоже по краю просто так вот все это выглядит. Вот у меня двухметровый уровень. Просто если приложить даже. Вот так вот приложили. Приложили и смотрим. На два метра перепад. И если сейчас сделать по уровню. Вот получается сейчас держу по уровню. И перепад вот такой вот на два метра. Где-то сантиметра полтора. Так. Вот разобрали всю мебель. Поснимали все шкафы. Так вот сейчас это все выглядит. Двери снимаем. Зелкара все. Все забили в одну комнату в эту. Так. Виталя тут работает. Помогает. На машину деньги купит. Да ладно Виталя. Я если что вырежу это все. Так. Ну вот здесь также один балкон забили. Потому что просто уже, честно говоря, некуда ничего девать. Открываем пол. Вскрываем капель. Капель отбиваем с помощью перфоратора. Капель отбиваем с помощью перфоратора. И подальше. В принципе он вскрывается почти весь цельный. То есть его даже можно потом заново убрадывать. Ну а цельный. Просто похоже, что его здесь не мазали клеем. А промазывали только пол. И наверное вот так вот наклеили. Поэтому он вскрывается весь. Слегком легко. Так. Ну и все. И скрадируем этот все цельный капель. Мы ножки скрадируем. Потом его можно будет самым куда-то укладывать. Ну а весь мусор отдельно. Что его на выпас. Так же маминат вот вскрыли. Почти, ну большая часть мамината, там процентов 80. Его надо переложить. Замки все сохранились. Нормально. Маминат хороший. Замки крепкие очень. Ну так же. Вот подножки вскрыли. Все. Все сейчас подготавливаем. А да. И вот еще раз по полу. Сейчас возьму уровень. Просто пол вообще просто косячный. Я не знаю. Кто тут это делал. Вот. Тут лежал ламинат. Вот перепад на 2 метра. Вот. Палец проразит. При этого сантиметра он 2. Это просто вообще капец. Это просто косяк. И так по всему вот здесь вот. Это вот так вот лежал ламинат. Тут просто убегать. Провал идет. Вот здесь вот. В коридоре. Тут вообще. Подальше. Тут вообще. Я не знаю. Как можно было залить. Это как будто тут плюхнули. Клей. Не знаю. Далевого кова. И он кучей остался. То есть тут получается. Берешь. Сейчас выкладываешь ее к неоточку. И подъем идет. Вот сейчас вот по уровню. Ну тут сантиметра 2. Это столько было. Перепад. Вот такой вот перепад. И с этой стороны. Вот ставим на самое верхнее. Вот смотри сюда на пузырек. И вот какой перепад. Это просто. Это просто почти два пальца. Я вообще. Я ва. Уе. И получается. Вот он коридорчик. Он у нас ну сколько метр. Ну чуть больше метра. На этот коридорчик перепад. Сейчас посмотрю. Вот у меня сейчас. Вот. Это на один метр. Перепад. Ну сантиметра полтора. Это столько было. Кто тут такой ремонт делал. Вроде бы квартира. Как бы стены ровные. В принципе я посмотрел. Кафель более менее нормальный. Но пол это просто вообще ужас. Это причем везде. Ну. Здесь похоже придется вот эту вот шишку сбивать. Потому что вот это вообще верхняя самая точка. От нее придется всю квартиру выравнивать. Но здесь опять же она верхняя. Но ее. Если по ней заливать это. Ну это сильно пол поднимется. Смысла нет. Тем более это вот всего. Вот это одно место такое. То есть это придется просто выдавливать перфоратором. Сбивать вот этот вот клей лишний. Или я не знаю что это такое. Это наливной пол какой-то. Похоже что это клей. И вот эта вот шишка сбивается. И уже по ней будет выравниваться. Вот все остальное. Также еще если мы будем так сильно поднимать пол. У нас же еще двери. Вот эти вот креста. Нам же надо чтобы потом еще двери лошили. Жарательно их не дорубить. Вот эти стены. Потому что там еще кафель. То есть ну я не знаю. Это скорее всего кирпич. Но все равно чтобы лишнее не раздавливать. Вот тут вот там тоже капель наклеим. Там где-то обои вот в комнатах. Вот здесь вот обои да. Если мы это все зальем. У нас же дверь соответственно поднимется очень сильно. И придется кусок какой-то выдавливать. То есть мне это тоже лишняя работа нафиг не нужна. Поэтому буду сбивать вот этот бугор. И по нему выравнивать уже пол весь. Ну и еще чтобы так же не делать лишнюю работу. Когда сейчас хайп или ламинат все вскроем полностью. Уже пол пробью по уровню еще раз. И посмотрю. Нужно будет вот этот клей сармировать. Или он зальется сверху. То есть так же мне надо с учетом того что будет ламинат и кафель на одном уровне. И плюс еще здесь так же останется теплый пол. То есть вот этот теплый пол который здесь. Возможно он даже останется. Возможно новый придется кидать. То есть с учетом вот этого теплого пола. Ну кстати вот этих всех мистраций тоже теплый пол. Ну это везде возле балконов. Везде теплый пол. То есть возможно чтобы не делать лишнюю работу. Кафель снимаем. А вот это вот может быть не придется снимать. То есть скорее всего это зальется. Но еще опять же с учетом того что потом здесь тоже будет кафель. И надо так сделать чтобы когда зальется пол. Когда наклеится кафель. Чтобы он не вышел. Не поднялся выше чем дверь вот эта вот сейчас стоит. А то она просто не закроется. То есть опять же надо вот это учитывать. И это учитывать мы не проводили. Так как на том балконе то же самое. Ну на балконе и вот здесь то же самое. То есть чтобы не получилось чтобы у нас на кафель вылезли сюда вот на дверь. То есть нужно чтобы он на минимум поднялся пол. И наклеиваю кафель по минимуму. И так же получается это вот в эту комнату. И вот здесь вот только. То есть здесь так же кафель снабкивается. Так же здесь теплый пол. И так же чтобы вот они вот берег как-то забудут. И закрываться чтобы здесь не поднялся. Но вот сюда. Тоже пол. Ну это то чтобы руки оторвать мы будем здесь делом. Это было сделано в фото-минал. То есть тут даже визуально видно что здесь ну как-то здесь. Да и еще надо смотреть вот здесь вот тоже в этой комнате. Здесь вот тоже кафель на клее в ванной. То есть... Не. Ну здесь вообще не будем делать место. Подальше. То есть здесь вот наклеиваю кафель в ванной. И когда мы будем укладывать наленат. Мне же тоже надо чтобы вот эта тоже не поднималась. Ну жерательно поднимать вот эту дырь. Чтобы ее не перегревали. Но здесь вот по вопросам возможно пусть придется дырь все-таки поднять. И все-таки небольшой порожек будет скрипалом с большим. Что вот этот пол будет чуть выше чем вот здесь кафель. Но буду стараться делать так чтобы было на одном уровне. Возможно мне это все-таки выравнивать в плоскость. Но почему чуть-чуть под небольшим уклоном. Что прям не идеальный уровень. А совсем под небольшим уклоном. Но на большом расстоянии он просто сравняется. Визуально будет не видно. И так сейчас я сдолблю вот эту вот шишку. Котовая в коридоре. Это самая верхняя точка у нас. Сейчас я ее сдолблю. Пол у нас уже будет заливаться поменьше. Так как верхняя точка она соответственно опустится. То есть вот тут уже такой атераин. Сейчас покажу. Так ну вот сейчас. Вот так вот она все взбармливается спокойно. Вот просто тупо клеят сюда. Намазали. Все. Сейчас ее сдолбливаю. И тогда уже будет понятно. Нужно мне вот здесь вот клей. Тоже вот этот убирать после кафеля. И в кухне. Или не нужно. Ну и все. И потом уже грунтую. И выставляю маячки по полу. Маячки буду выставлять также штукатурные. А по ним просто заливать наливным пором. Субтитры сделал DimaTorzok и угадал.